В наших занятиях мы уже рассматривали психологическое явление внимания и то, какими свойствами и особенностями оно обладает. Сегодня мы поговорим о непроизвольном, произвольном и постпроизвольном внимании. Что это такое? Мой друг рассказывал интересный случай, который произошел с ним на елке, когда он ходил со своим сынишкой на концерт. Почему-то это было назначено на 1 января на самое утро, на 10 часов. Маленькие ребятишки с удовольствием пришли в зал для того, чтобы посмотреть представление и получить долгожданные подарки. Но вы можете себе представить, в каком состоянии были взрослые. Они в основном использовали сиденья для того, чтобы продолжить и восполнить сон, который недостаточно получили в эту ночь. И так шло представление, и в спектакле были задействованы разные персонажи. Одним из них был Заяц, который был в больших штанах на подтяжках, и длинные уши висели у него вдоль туловища. Играл его какой-то пожилой господин. Заяц был не очень понятный персонаж, и непонятно было, что он делал. И так шло представление. Зал с удовольствием смотрел, что происходит на сцене. И тут в тишине зала вдруг произнес маленький мальчик «Папа, а кто это?» Папа, с трудом открыв глаза и взглянув на сцену, с неожиданностью сказал «Дед Мороз». После этого спектакль был сорван, потому что смеялись не только дети, не только взрослые, но и актеры. 1 января, видимо, недостаточно хорошее время для того, чтобы играть серьезные спектакли. Итак, что же произошло? Когда что-то происходит в тихой обстановке, что резко отличается от окружающего, это называется непроизвольное внимание. Все сразу услышали и вопрос мальчика, и ответ папы. И эти реакции происходят в нас непроизвольно. Мы не стараемся их услышать. Но если случается какая-то неожиданность, какой-то неожиданный раздражитель, мы моментально реагируем на него. Явление непроизвольного внимания часто используется в обучении, когда преподаватели делают что-то необычное. Так был преподаватель, который в качестве учебного пособия принес на занятие кирпич и, открывая свой портфель, вместо обычного журнала достал кирпич и положил его на стол. Вы можете себе представить, что ученики моментально отвлеклись от своих гаджетов и стали смотреть, что же им сегодня предстоит. Неужели он накажет за все то непослушание, которое они пережили до этого? Непроизвольное внимание отличается от произвольное. Произвольное внимание — это способность человека обращать внимание на те вещи, которые не вызывают у него непосредственного интереса. Знаменитый американский философ и психолог Уильям Джеймс говорил о том, что главный подвиг воли заключается в том, что она способна направить свои усилия и сосредоточиться на неинтересном предмете. И этим человек отличается от всех животных. Произвольное внимание — это сознательное и целеустремленное направление своей воли к изучению какого-то предмета, который является ценным для человека. Как правило, для произвольного внимания характерна сосредоточенность, целеустремленность и употребление усилий. Для того, чтобы заинтересоваться чем-то неинтересным, нам требуется собрать всю свою волю в кулак. Тем не менее, произвольное внимание — это как раз то внимание, которое является рабочим в моменты трудовой деятельности и в моменты обучения. Часто тема урока, которая предложена нашему учебнике, называет нашего непосредственного интереса. И наша задача сосредоточиться, тем не менее, на рассказе учителя, вне зависимости от того, интересен нам материал или нет. Психологи также выделяют среди внимания и постпроизвольное внимание. Что это значит? Это внимание, которое к нам приходит после того, как мы собрали свою волю в кулак, напрягли произвольное внимание, стали заниматься этим предметом. После этого мы входим во вкус и мы начинаем это делать по инерции. Иногда в каких-то случаях у нас рождается даже интерес к решению этих вопросов, к решению этих задач, к рассмотрению этой темы. Постпроизвольное внимание является хорошим состоянием, когда у нас наблюдается сосредоточенность, концентрация на решении определенных вопросов, но вместе с тем уже отсутствуют усилия и некоторые неприятные ощущения, которые связаны с произвольным вниманием. Постпроизвольное внимание мы постоянно используем в учебе, когда мы садимся делать домашнее задание, вздыхаем, что нам не хочется, но тем не менее открываем учебник и начинаем работать. Так мы с вами поговорили о том, что такое непроизвольное, произвольное и постпроизвольное внимание и каким образом они могут задействованы в обучении. На следующей лекции мы поговорим о том, как можно учиться концентрировать свое внимание.